Обновление никакого не вышло, они вот тизерят что-то, да, то что вот это тоже не особо понятно для них, потому что, ну, вроде как, еще не весь функционал есть на Сантропе, до сих пор вроде как глобальному обновлению на Сантропе Ролиплей, ну, сами посудите, если открыть, потому что у них и КРМП проект уже топ-2, и, как бы, и САМПовский проект у них топ-1, и там вот где-то Блэк Раша, да, потому что Блэк Раша... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Никогда такого не было, и вот опять. Дело в том, что на Барвиха Ролиплей вышло глобальное обновление, и теперь она обгоняет Блэк Рашу по онлайну, а Сантропе, как и полагается, вырвался на первое место вообще во всех вот этих вот топах, мониторингах, и во всем, во всем прочем, в общем-то, вернули Абате вот его то самое место, где он обычно и был, где он обычно и существовал, и, в общем-то, ненадолго Блэк Раша остался вот на лидирующих каких-то местах и на всем, на всем прочем. Но давайте обо всем по порядку. Не так давно у меня вышел видеоролик, в котором я рассказывал о том, что, мол, вот, ну вот, Сантропе Ролиплей, он был топ-1, и у них там еще Барвиха Ролиплей, вроде как есть какие-то прочие вещи, но тут Блэк Раш выпустил свое какое-то глобальное обновление, и вот поэтому, как бы, она и обогнала Сантропе Ролиплей по онлайну, вот, по своему вот этому вот всему онлайну, и по игрокам, и, возможно, там, я не знаю, по донату, но ненадолго, но, разумеется, ненадолго. И вот сегодня я просто вот часов в 10 утра захожу в мониторинг вот этих вот всех GTA-самповских мобильных серверов, и что я вижу? Сантропе Ролиплей на первом месте, Барвиха на втором месте. Вы знаете, Сантропе не хватает открыть только какой-то вот третий сервер, только, так, знаете, анонимно, чтобы никто об этом не знал, и просто, чтобы занять, таки, знаете, три лидирующих места вообще, да? То есть, я просто, я действительно не понимаю, и это всё при том, что на Сантропе-то, как бы, ну, обновления никакого не вышло, они вот тизерят что-то, да, то, что вот, а скоро вот всё будет, скоро там всё будет классно, а скоро у всех там вот всё будет, и мы скоро сможем на всё это посмотреть, и вообще, то есть, всё будет заебись круто, и неплохо, и вообще замечательно, но в целом-то ничего пока что не вышло. А Сантропе тем временем приближается к 4000, что будет, когда обновление выйдет, я не знаю, хотя, с учётом того, что обновление будет не особо технически такое, знаете, какое-то сложно, не особо, а технически революционное, то можно сказать, что, ну, фиг его знает, чё там, как и у кого будет. Поэтому, ну, как-то вот сейчас загадывать тоже непонятно, но вот на Барвихе как раз-таки вышло обновление, я пока что его сам не смотрел, когда буду монтировать данный видеоролик, а посмотрю вообще, чё там, повыходило по-любому уже какой-нибудь, а Мистер Аллен, да, заснял видеоролик о том, что вот на Барвихе Ролеплей вышло обновление, давайте заходите все, давайте будем тестить, добавили то, то, это, там, пятое, десятое, но вот Сантропе то, что хочет сейчас добавлять, это, ну, как-то я даже, ну, если честно, не знаю, потому что сейчас они, насколько я понимаю, хотят добавлять какие-то новые анимации танцев и всего-всего прочего, и как по мне, это немного неправильно, и вообще, по словам игроков, которые там вообще играют, которые там как-то вот уже более-менее обосновались, это тоже не особо понятно для них, потому что, ну, вроде как, ещё не весь функционал есть на Сантропе до сих пор, вроде как, они ввели багажник для машин, не ввели там какие-то вот эти вот, знаете, прочие косметические вещи, да, без этого тоже вполне спокойно можно жить, но когда проект, казалось бы, топ-1 проект в GTA Samp на Android вводит танцы, вместо того, чтобы ввести какой-нибудь багажник или там усовершенствовать вот эти вот все функции ролеплея, хотя, будем честны, кому этот ролеплей в 2020 году на мобилке нужен, кто на полном серьёзе будет дрочиться вот этими вот командами с телефона? Ну, в самом деле, есть вообще такие люди-то, нет? Мне кажется, что все заходят там, знаете, мешки потягать, возможно, там ещё какие-то вещи сделать, но серьёзно, вот на полном серьёзе давайте будем с вами говорить, кто вообще будет всё это делать? Ну, в самом деле, кто? Ну, я просто, я в самом деле, я, возможно, я не понимаю, но, может быть, кто-то в самом деле будет всё это делать, однако, ну, вот, как-то вот всё равно всё непонятно у Сантропе. Каким-то образом, как-то там, где-то они там вот стали популярны при помощи каких-то видеороликов, мистера Аллена, не мистера Аллена, босс, не босс, там, я не знаю, райли, не райли, там, корейский, не корейский, вот это вот босс и все остальные вещи, и вот из всего этого-то ничего особо не... И какие-то обновления они вводят тоже абсолютно непонятно. Возможно, что они, так, знаете, подготавливают почву к какому-то такому глобальному обновлению на Сантропе или Плей. Ну, сами посудите, если открыть группу ВКонтакте, вот это вот всё Сантропе и вот всё-всего прочего, то можно будет понять, можно будет вообще увидеть, что у них давно ничего не выходило. И за всё это время, пока у них ничего абсолютно точно не выходило, можно было и как-то вот, допустим, там, подготовить, сделать, придумать нечто глобальное, нечто то, чего до этого, ну, народ на вот этих вот всех GTA-самповских Android-серверах не видел. Ведь, по сути, Сантропе это та же самая Аризона, просто от мобильного вот этого вот всего сегмента, от мобильного вот этого вот всего рыночка и всего-всего прочего. То есть, ну, в самом деле, ну, возможно, кому-то кажется не так, но и вот я вижу всё это примерно так. Потому что у них и КРМП проект уже топ-2, и, как бы, и Самповский проект у них топ-1, и там вот где-то Black Russia, да, потому что Black Russia за вот сегодняшний день, вот, ну, день, разумеется, только начался, там, я не знаю, сколько, 10 часов дня, тем не менее. То есть, Black Russia потеряла 7% от всего своего, я даже сейчас обновлю, сколько она всего потеряла, да, 7% от всего своего онлайна. При этом, Барвиха обрела себе практически, ну, 20% онлайна за сутки, а Сантропе около 7%. И всё это, то есть, при том, что на Сантропе даже никакое обновление не вышло. Поэтому, я думаю, что проекты ещё подтягаются за звание самого лучшего, самого топового, самых топовых вот этих, возможно, всех обновлений и прочих вообще вещей на GTA Samp Android проектах. Но, что тут загадывать сейчас, что тут гадать, поживём, увидим, посмотрим, какое обновление выпустит Сантропе Ролеплей, посмотрим вообще, какая будет у них позиционка, как они будут себя дальше позиционировать, какую рекламу они будут закупать, у кого они её самое главное будут закупать, и что вообще будет на всех вот этих вот проектах в GTA Samp на Android. Ну, а вы можете написать все свои предположения в комментариях по поводу всего этого, вы знаете, что я все комментарии читаю, на некоторые комментарии от четырёх слов я могу даже ответить, могу даже рассказать, что я вообще думаю по поводу всего этого, что я вообще чувствую, какие у меня там вот эти вот все мои чувства по поводу всего этого. Да и вообще много всего я могу вам рассказать, если вы напишите в комментарии больше четырёх слов, или хотя бы от четырёх, или, ну, что-то, я не знаю, оригинально крутое, годное. Поэтому, да, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылочке в описании, заходите на Аризону Ролеплей по айпишнику в описании, и в целом будьте молодцы, умны. А у Аризона, кстати, я хочу напомнить, есть свой мобильный клиент, свой мобильный лаунчер, в который вы тоже можете зайти там, поиграть, всё сделать остальное из всего этого, поэтому заходите туда и, в общем-то, ознакомьтесь со всей информацией, которая вам будет интересна, или которая вам будет неинтересна, или что-то такое, знаете, или прочее. Вот, поэтому увидимся тут завтра, в 20.00, либо немного позже, либо немного раньше, либо там ещё когда-нибудь мы увидимся, я, в общем-то, и не знаю, и загадывать, как вы понимаете, не хочу. Вот, да, да, я тут был, да.